Очередное 32-е судно уральского завода «Зенит» сегодня в торжественной обстановке спущено на воду. Малый сторожевой корабль проекта «Айбар» предназначен для службы на границе водных рубежей страны. Аким области Галий Скалиев поздравил заводчан и всех жителей с этим событием. Подробности у моей коллеги Алмагу Джемписовой. Спуск корабля на воду – это всегда торжество и праздник. На этот раз заводчане, по крупицам собиравшие очередной корабль, отправляют свое детище на службу для охраны и защиты государственной границы. С таким знаменательным событием их и всех жителей области поздравил глава региона Галий Скалиев. Это серьезное, сложное промышленное изделие. И, конечно, я хочу поблагодарить наших заводчан. Завод «Зенит» – единственный завод в Казахстане, который выпускает катера и корабли. Хочу также поблагодарить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан за постоянную поддержку, за постоянный государственный заказ нашему заводу. Я уверен, что будет государственная поддержка, потому что защищать морские границы нашей страны – это, конечно, под силу только нашему заводу вместе с вооруженными морскими силами. Еще раз хочу поздравить всех наших заводчан с этим торжественным для вас днем. Пусть ваш труд будет хорошо оценен, пусть ваш труд будет постоянным, пусть в ваших семьях будет благополучие и мир в нашей стране. В торжественной обстановке благодарственные письма за ответственный труд получил ряд работников завода. А спуск корабля начали с традиционной эффектной церемонии, пророчащей кораблю удачу в будущем. Также по традиции каждый новый корабль превосходит своего предшественника. Мореходное качество Туркестана – это высокая скорость, управляемость, маневренность, устойчивость и дальность плавания. Автономный экипаж может работать более семи суток. У них два таких катера – 650 и 450, а это 250 с жесткими надувными бортами. Это первое отличие от первого. Плюс кран, плюс здесь семь пожарных полков. А первый катер чем отличается? Ну, на первом катере такого не было. А, такого не было с мотрового катера. Он был с так называемыми резиновыми бортами, а сейчас это жесткими надувными. Он может выдерживать, пожалуйста, даже он и бей, и колотих, и стреляет, и он всегда останется на плаву. Кроме того, на 27-й сторожевой единице для пограничной службы установлены более мощные двигатели, увеличена мощность водометов, усовершенствованного вооружения. По словам пограничников, спектр работ на морской протяжённости Казахстана увеличится. Соответственно, в ближайшее время повысится потребность в корабельном составе. Это и большие судна, и малые прибрежные катера. Потребность в данных кораблях, она существует. Кроме того, я хотел бы отметить, что первые головные проекты данных кораблей были построены ещё в 98-м году. Она является предшественником. Это корабли второго поколения. То есть малые сторожевые корабли проекта «Буркит», а их у нас 7 единиц. В замене них будут строиться данные классы кораблей. То есть по количеству состава он будет постоянно дополняться и изменяться. За годы независимости военное кораблестроение успешно освоено и заводчанами отрасль. В рамках государственного оборонного заказа это не последнее судно предприятия. Плюс ко всему мы сейчас прорабатываем. Возможно, в этом году, если будет принято решение, мы всё-таки заложим новый корабль, о котором мы всегда говорили, где-то порядка, то, что Аким говорил, порядка 720 тонн водоизмещения. То есть мы надеемся, что в этом году мы начнем его. Потому что сейчас у нас ещё, мы ещё два катера должны вот через месяц спустить для пограничников два катера Кайзар, меньше чуть-чуть под размещение, которое будет базироваться уже в Атерау. Мы надеемся, что для нас этот заказ не крайний, что мы будем также работать, и заводчане всегда будут с высокой степенью ответственности производить ту продукцию, и у нас всех будет гордость за наш труд. В ближайшее время корабль «Туркестан» отправится в Мангостаускую область, где будет охранять территориальные воды, пресекать незаконное судоходство, контрабандные операции и браконьерство. Над строительством этого катера под названием «Туркестан» заводчане трудились почти два года. В целом это 32-е судно, которое Уральск подготовил для охраны морских рубежей Казахстана. В будущем заводчане планируют построить корабли водоизмещением в 10 раз больше.